И я приехал в Портланд, припарковался на парковке Starbucks Хоть там парковка написана, что только для клиентов Но я надеюсь, надеюсь, что все будет нормально Потому что везде тут парковка платная Но на сегодня у меня в планах следовать Портланд И думаю остаться у кого-нибудь здесь по каучсерфингу Так что сегодня день на горячих источниках И водопадах не удался Но зато я приехал в долбежанный Портланд, про который я много слышал И еще я понял, каково это круто просто гулять Я забыл это, мне кажется, с октября, наверное, с сентября Когда я последний раз был в Нью-Йорке И сейчас я делаю то же самое Потому что потом были какие-то перемещения на машине, на самолете И, блин, Портланд стильный городок Смотрите, какие-то кафешки миленькие, люди сидят У меня так, на самом деле, непривычно уже стало Ходить куда-то в какие-то рестораны, кафе Потому что просто съел фрукты, съел соки Надо идти тут, наверное, вон туда вот Поэтому надо просто вилять по улицам Извините, что это ваш любимый город Портланд? Где ты из? Руссии Руссии? Я Коди Поздравляю тебя, мэм Поздравляю тебя, Макс Макс? Да Поздравляю тебя Ты влог? Да, я делаю влог и фото Круто, это очень круто Это очень хороший район Два блоки в Нью-Йорке 23-й Это очень популярная улица И также на Бернсай Что ты делаешь здесь? Я живу здесь, я живу в этом здании Я работаю в церкви в Дон-Тоу Я играю музыку, гитару, пиано Это очень молодая церковь Если ты здесь на сентябре, ты можешь прийти Хотелось бы поставить это на телефоне? Я просто сделаю мою дорогу В Лейте в Сиэтл Вау, это круто Я буду подписаться на тебя прямо сейчас Да Вот так Порфектно Поздравляю тебя, Макс Поздравляю тебя Да, хорошенько Поздравляю Чувак играет на гитаре в церкви В маленькой группе Я же просто представляю, у вас такой вот маленький свой домик Какой маленький? Смотри, домики-то эти такие достаточно неплохие все Вы здесь живете Ну, хотя нет, это типа на две части домик разделен Блин, этот дом вообще такой отбитый чисто Подходит для дома для бесстыжих И так, что для вас выяснить за такое небольшое время в городе? Уже где-то около часа я здесь гуляю И я понимаю, что это единственный город в США, который я могу сказать с уверенностью, что мне полностью пока что нравится Хотя даже не был еще в центре Но посмотрим, как будет сам Даунтаун Узнал, что этот город такой получается очень европейский Тут даже есть трамваи Тут есть Medical and Recreation Marijuana 21 Plus Это вот кофешоп Здесь очень большие, богатые дома Тут есть очень маленькие дома При этом они все сочетаются и выглядят интересно Также этот город называют городом РОС Поэтому очень много здесь где есть РОС На логотипах такси На логотипах полиции На машинах тоже есть стикеры с РОС Так как здесь идеальный климат для выращивания роз И этот город входит в топ самых безопасных городов США Еще один факт, который не хотел связывать с этим, но возможно с этим и связан Что еще в прошлом веке здесь запрещали поселяться темнокожим людям И поэтому здесь, в отличии от других городов США Я первый раз вижу, что я сейчас иду уже где-то около полутора часов Я не увидел еще ни одного темнокожего Ну вот, типа прям вот, ну ни одного вообще Я не хочу ни одной части САВА 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 Речка и классные-классные такие мосты Которые выглядят очень атмосферными Тот очень высокий А этот по ходу разводной Итак, сел на 10 минут по чили Сидеть на берегу речки И заодно написать сейчас на кауч-сорфинге Ребятам, которые сегодня готовы Кого-нибудь принять, например, меня Так что надеюсь, что найду себе хостел на сегодняшнюю ночь Мне кажется, я понял, что самая главная особенность В этом городе ты дышишь так, будто ты не в городе А на природе В городе очень много деревьев И очень-очень свежий воздух И дышать тут вполне можно То есть, вроде как высокие здания Много машин В этом тут далеко не как в Нью-Йорке Все по атмосфере Итак, я приехал сейчас в LA Fitness Я себе намутил тут абонемент на 4 дня Бесплатный, типа как тестовый Бассейн, сауна, зал, зона для йоги Зона для растяжки, баскетбол Думаю, следующая моя поездка на Верюк будет совершенно другая Потому что я себе куплю абонемент на месяц И эти залы есть по всей Америке И можно спокойно мыться Заниматься спортом И это очень-очень круто Так что иду сейчас на тренировочку И вот у нас совершенно другая жизнь Бостезала Бодрячком Теперь можно поехать и пора в Коберт поспать И новый день в Портленде Новая красная кофта купленная вчера за 3 доллара И сегодня не такая хорошая погода, как вчера Но я опять же припарковался около Старбукса Где я был вчера И вышел сейчас гулять Сегодня очень пасмурно в городе И как-то попрохладнее Поэтому у меня две кофты, которые была вчера И которые сегодня друг на друга надеты Так вроде нормально Но все равно не верится, что сейчас февраль И я так хожу в двух кофтах просто И я так хожу Без понятия произошло сейчас Что это за здание? Это, короче, мемы на Трампа О, красота Мисс Раша Короче, какая-то выставка против Трампа Представляете, у нас в России вот такая бы где-нибудь висела Может висеть просто вот такая штука с президентом Где они его стебут на все стены в каком-то общественном здании И это оказалось рекламное агентство Которое называется Widen & Kennedy Интересно Я делаю влоги, я делаю видео про мою древнюю О, да? Да О, круто Я снимал архитектурную историю Я сейчас в этом здании У нас в предыдущих компаниях На стены? Да, на стены Ты их получил? Да, я их снимаю Интересно, это круто Да, и большой, открытый space Да, агент-оранчь Да А что ты снимаешь? Как я могу найти тебя? Меня? Да Меня? Как я могу найти меня? Я у меня старый фасшедший Я просто путешествую Я приехал в Портул несколько дней Где ты из? Руссии Руссия? Да Реально? Да Это интересно Как ты любишь это? Я думаю, что это моя любимая городка в США Я провожу два месяца в Нью-Йорке Нью-Йорк Нью-Йорк – мой любимый Мой любимый? Потому что с архитектурой и истории Да Я могу снимать там каждый день Реально моей старой жизни И не увидеть то же самое здание, если я попробую Но здесь ты чувствуешь Бородер Да, здесь есть Это гораздо маленький Но здесь есть Но здесь есть У меня много историй Да Много историй Я чувствую, что это не так быстро Как в Нью-Йорке Не так, я не знаю Да, да Есть много нью-йоркцев И боссоверных Люди живут здесь Когда они отстали Или старше Они отстали Из большой города Есть много людей Да Мы у нас много И это огромное Проблемо Все Все Короче, сначала Это странное Рекламное агентство Потом к мне подошел Мужичок-фотограф Очень интересно Он выглядел такой чисто Типичный олдскульный фотограф Пообщались с ним Посоветовал мне какое-то место Где можно посмотреть классно на город В интересном комнате отеля Я продолжаю идти дальше В сторону реки И в сторону Китайского сада Которым я сейчас все еще иду Субтитры сделал DimaTorzok Бесплатная парковка Starbuck Обожаю Второй день уже здесь стою Полет нормальный Тики-то нет Бодренько все И вот такой он Вечерний сок На парковке Старбукса В каком-то районе Портланда Вполне nice Итак, по приезду на парковку Главное занять хорошее место Я сегодня выберу вот это Вчера оно было занято Но сегодня Оно nice Пустое для меня специально И тут кто-то, кстати, уже спит Вполне норм И всем здоров Чем я занимаюсь Третий день Так это Работаю в городе Портланда Тут завис Завис почему? Потому что я себе заказал дрон На Best Buy Он придет только 15-го числа Тут сегодня достаточно Уже холодно Я в джинсовке В кофте В теплых штанах Потому что в шортах уже ходить Тут не очень И сегодня у меня день стирки Я приехал в такое место Сейчас разменял кэш Вот это надо будет стирать И сегодня день запуска антимарафона Новый проект, в который я вписался И сегодня еще позже будем делать Уже его запуск в Инстаграме Начинается набор Это будет реально интересная тема Которая станет, скорее всего Частью моей жизни Это одно из основных Я сделаю видео на YouTube Почему? Я просто путешествую И это часть моего дня Ты знаешь Я делаю это каждые недели Я делаю лаундри Где ты из России? Руссии О, хорошо Да Я люблю тебя О, спасибо Красиво Ты возвращаешься в Руссию? Ты только здесь? Нет, я прошел последние 5 месяцев здесь Я имею в этом городе Что ты любим? Я люблю природу Я живу в Кратаре 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 Я живу в Калифорнии В моем мире Я путешествую Я живу в Кратаре Что ты думаешь о Миссиссиопе? В Кратаре В Кратаре Немного Я не знаю Немного В Кратаре Они не очень Немного Я не знаю это разная они все еще идут так как они родились в те годы они происходят и найду рацизм рацизм повсекта они думают как в0свейц какие люди в этой стране ахаха все есть много вода и людей более широкие люди работают много с участием идут, зачем они говорили они тоже приходят, они разбил в Миссисиффе они не используются они с extinguantes ФИЧИН! И ХУНТИН! Они килят пенок для хобби! Что ты думаешь? Я не люблю пенок пенок, но они делают это для спорт. Что ты знаешь? Меня зовут Макс Листав. Листав? Листав? Листав. Я иногда посмотрю твои видео. Меня зовут Веница! Я у тебя в России очень хорошая городская городская. Загистан. У них есть листья в России? Ну, это красиво. Нет. Немного листья в России. Как ты думаешь? Какой нормальный тип звук? Для звук? Потому что я не буду в культуре, где много звук... Некоторые люди называют их Африканамериками. Африканамериками? Блин. 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 Но кто-то может сказать, что это не хорошо. Я называю моими звуками звуками. Но твоя воля очень красивая! Да, спасибо. Вот этот дождь. Да, хороший дождь. Ладно. Какой мило? Вот этот дождь. Уответственно, хороший дождь. И последнее это переместить из стирки в сушку. Нет, я просто перейду к камере. О, окей. Это ты? Да. О, мой бог. О, мой бог. Wow, that is incredible. О, мой бог. Where are you from? Россия. О, really? Да. What part? Москва. Москва, wow. Where are you going next? I go to Seattle. Okay. From LA to Seattle. Let me find you on Instagram. Yeah, sure. I love your footage of Big Sur. And there's a place in Bali that I think you would have a lot of fun. Yeah, I love Bali. It is so cool. What's your Instagram? Max, list of I will go in winter to Bali. Really? For the next winter, yeah, for two or three months to try surfing. Message me because what I'm trying to do is I'm trying to get a villa that I work from. You know, work, do freelance work. What are you doing? I'm a designer and I'm trying to build content, too, but I'm not anywhere near as good as you. What do you recommend for me? What place I should visit here? Oh, man, have you been to Kachka? What is it now? People that eat meat, they get cancer. So, nice to meet you. I had to go. Yeah, good to meet you, Max. Yeah, have a great evening. Yeah, send me a message if you have any questions or if I can help you. Sure, thank you. All right, thank you. Последний почти месяц я живу в своей машине. Уже около 25 дней, думаю. Сегодня у нас 14 февраля, а приехал я в LA 16 декабря. Каждый вечер начинается одинаково. Это поиск новой парковки. Потом это закрывание окон моими супершторами, которые я делал в первой серии видео из LA. Хоть какой-то минимальный уют. Уже через 2 дня у меня день рождения, будет мне 20 лет, и буду начать его где-нибудь на природе. Пока что еще не решил, где, но думаю, в каком-нибудь интересном месте. А, ну и еще я сейчас застрял в Портленде на длинное достаточно время, до 15-го числа. Потому что я заказал себе новый дрон, он приходит в магазин только 15-го числа и смогу, соответственно, уехать отсюда только 15-го числа сразу утром. На улице уже сегодня 4 градуса будет ночью. Ночью должен пойти, по идее, еще дождь, так что спать стало достаточно холодно. Найти носки, никак не могу найти уже второй день. Теплые носки. Надо, конечно, уже на ночь одеваться потеплее, потому что спать в машине, ты просыпаешься и понимаешь, что что-то на самом деле везде очень холодно. Холодный воздух. Самое жесткое, когда ты полностью укутан весь в спальнике, единственное, чем холодно, это холодно дышать. Что у тебя все тело закрыто, голова закрыта, голова в шапке. Как раз дышать холодно, потому что дышишь ты воздухом из машины. У тебя два варианта, либо накинуть на себя одеяло, либо уже смириться и дышать воздухом из машины. Конечно, у меня еще есть куртка, можем спать в куртке, но пока что я сплю без куртки, но сегодня, думаю, буду спать уже, кстати, в худи. Я бы сразу не цеплю, потому что у меня сейчас на себе две кофты, будет сверху еще худи, спальник, сверху спальника одеяло. Как-то так, потому что не май месяц, как говорится. Еще одна ночь в Портленде. До новых встреч. Увидимся. На связи. Спишемся. И спустя пару часов я проснулся еще раз. Время уже 9 утра, перерос, так сейчас комфортно. Что-то выспался за последние пару дней. Бывают и бодрые утра, когда ты просыпаешься, думаешь, такой типа, ууу, как выспался хорошо. Не всегда все такое холодное, так что утренайс, комфортно. Бодро. Можно идти теперь дальше. На самом деле, ночью было очень холодно, ночью шел дождь, перемешку со снегом. Очень мощное зеркало, просто кусок металла. Вот и все. Вот сегодня все еще 14 число. Дрон должен прийти с 15-го, но у меня вроде как стоит предположение, что он уже здесь. Я опять переехал в West Dubai, как за своей камерой, которую я потерял. Будешь пробовать забрать дрон? Надеюсь, получится. И мы это сделали. Теперь я снова с дроном. Как же я его долго ждал. Тут есть чехол. Тут есть чехол. Тут есть... Дрон в чехле. Тут есть чехол, а дрон в чехле. Как же пахнет приятно новая вещь и вся. Обожаю этот запах. Пульт. Много коробочек разных. Зарядка, провода. Та-да-да-да. Вот он, долгожданный Mavic. Какой он маленький. Вообще даже не верится, что он настоящий. Так, вот сам дрон. Тут все уже готово как бы. Он такой маленький. Кстати, в отличие от Mavic обычного, у него есть сенсоры и сзади. На самом деле не такой уж, кстати, он и большой, что у него с ним. Ну, типа, чуть побольше, но разница не сильно велика. И это первый тестовый полет на мой дрон. У него совершенно, кстати, другой звук. Не как у Mavic обычного. Заходим небольшой процесс активации здесь. Ну, а мы все еще ждем. Та-а-ак. Та-а-ак. Та-а-ак.